В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. На территории Видновского лесопарка прошла встреча главы Ленинского городского округа с членами Общественного совета по развитию парков, депутатами и активными жителями. Он будет развиваться по всем направлениям. Это не спортивный стадион, это не лыжная база, это не олимпийский стадион, это парк. Сотрудники ГИБДД провели совещание с представителями компании, осуществляющих перевозки пассажиров. За 7 месяцев проведено у нас 8 оперативно-профессионных мероприятий и автобус. Депутат Московской областной думы Владимир Жук проверил ход работ по благоустройству дворовых территорий в городе Видное. Поговорили с жителями, все довольны. Чуть-чуть осталось. На территории Видновского лесопарка прошла встреча главы Ленинского городского округа с членами Общественного совета по развитию парков, депутатами и активными жителями. В центре внимания реализация проекта благоустройства в рамках губернаторской программы. Подробности в репортаже Галины Житковой. Видновский лесопарк – любимое место отдыха многих поколений горожан. Профессиональные спортсмены и просто поклонники здорового образа жизни с интересом наблюдают за реализацией комплексного благоустройства территории. Некоторые даже выдвигают свои предложения по более рациональному использованию пространства. Каратисты тренируются, лыжники, баскетболисты. То есть какой-то комплекс такой вот наподобие турников. Это-то вот будет. Встреча главы муниципалитета с жителями и членами Общественного совета по развитию парков прошла непосредственно на месте реализации губернаторского проекта. Перед началом конструктивного диалога участники осмотрели ход строительства лыжероллерной трассы протяженностью 3 километра. Спортсмены хотят твердое покрытие в виде асфальта, но, к сожалению, законодательство лесного категоричных в этом вопросе. И, к сожалению, самое подходящее покрытие является прессованная крошка. Поэтому я думаю, что те люди, которые любят велосипед в летний период покататься, здесь будут получать максимум удовольствия. А лыжники зимой под слоем прессованного снега будут, опять же, с наилучшими эмоциями отсюда выходить. Жители приняли активное участие в обсуждении реализации программы. Особо горожан заботило размещение объектов дополнительной инфраструктуры. По словам главы муниципалитета, все шаги, будь то строительство парковки или детской площадки, будут решаться в тесном контакте с жителями. По первому этапу трасса 3 километра, здание основное, где, возможно, там свободная планировка абсолютно, здесь опять как решат жители. Можно кафе, раздевалку, прокат и так далее. Соответственно, детская площадка, правильно, там, в той стороне. Детская площадка и игровая взамен вот этих старых турников, соответственно, игровая также площадка. Сейчас мы будем входить в госпрограмму на второй еще этап. И здесь важно, чтобы все понимали, где что будет. Вы правильно сказали о том, что нужно сделать первый этап. Посмотреть, как пройдет зима, какой будет приток жителей, определиться. Вот только потом, когда уже все это... Согласны? Да, да. Участники обсуждения считают, такие встречи очень нужны для достижения общего решения. Ведь в конечном итоге масштабное строительство завершится и трасса станет местом семейного отдыха. Не только жители Ленинского городского округа, но и всего Подмосковья. Сегодня лесопарк, который мы взяли в аренду на 50 лет, он будет развиваться по всем направлениям. Это не спортивный стадион, это не лыжная база, это не олимпийский стадион. Это парк. И там должны быть все элементы. Одни будут кататься на лыжах, другие на роллерах, третие будут сидеть, читать книгу, четвертые будут, если надо, заниматься на спортивных тренажерах, дети будут на своих площадках. Это должно быть для всех. А жители готовят новые предложения по развитию Видновского лесопарка и мечтают, что уже этой зимой смогут с ветерком прокатиться на виражах новой трассы. Галина Житкова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видны ТВ. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в Московской области реализуются программы социальной газификации. «Газ в каждый дом» – под таким девизом начались работы в Ленинском городском округе. Наша съемочная группа побывала в деревне Вырубово, где по программе уже газифицировано 9 домов. В деревне Вырубово порядка 50 домовладений. Многие обеспечены газом, но не все. Есть дома, куда голубое топливо до недавнего времени не дошло. Так в доме номер 28 проведение газа стало долгожданным и приятным событием. Марина Фрыгина проживает здесь вместе с бабушкой Ириной Сергеевной, которая родилась и выросла в деревне. В старом доме газ есть, но дети и внуки построили для нее летний домик, куда тоже было необходимо провести газ. Знаете, я на самом деле даже не ожидала, что у нас получится подключить газ к дому, потому что вся процедура была раньше достаточно сложной, и поэтому получилось быстрее, чем даже планировали. Изначально по проекту дом был оснащен только электричеством, соответственно, на кухне предполагалась электроплита. Но благодаря социальной газификации электрическую плиту заменили на газовую, и уже сегодня Марина смогла приготовить для бабушки вкусную яичницу. На один дом у мастеров МОЗ «Облгаза» уходит около трех дней, включая земельные работы. Мы сейчас каждому территориальному отделу дали перечни всех наших территориальных объектов, на всех населенных пунктах, на которых будет произведена работа. Каждый домик мы обходим. У каждого жителя мы будем все-таки выяснять, готов ли он к газификации, готов ли он подписывать так называемый комплексный договор. Ведь цель на самом деле не подвести газ до границы участка, а подвести газ до дома, и, собственно, чтобы житель пользовался этой услугой. Жителям необходимо будет оплатить только подведение газа внутри своего участка. На сегодняшний день уже оформлено порядка ста комплексных договоров. Всего же в Ленинском городском округе планируется газифицировать свыше 50 населенных пунктов. Это более полутора тысяч домовладений. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сотрудники отделения технического надзора ГИБДД по Ленинскому городскому округу провели совещание с представителями компаний, осуществляющих перевозки пассажиров. Главная тема встречи – рост дорожно-транспортных происшествий по вине водителя автобусов. Совещание по безопасности пассажирских перевозок начальник отделения технического надзора Денис Самандраков начал со статистики. За прошедшие 7 месяцев на территории муниципалитета зафиксировано 2 ДТП по вине водителя общественного транспорта. ДТП, значит, эти произошли. Первые – 29.03.2021 года в 6.30. День недели – понедельник. Белокаменное шоссе. Водитель выехал в первый рейс, только с гаража. Поясняет, что ему светило солнце. Он потянулся за очками и совершил наезд в правом ряду в настоящее транспортное средство фуру-грузовик. Аналогичный случай произошел 16 апреля на Крымской улице. Водитель наехал на фундаментный блок, разделяющий потоки машин. В результате ДТП пострадало 4 человека. Причина аварии в том, что водитель собирал плату с пассажиров, не останавливая движение автотранспорта. Стоит отметить, что сотрудниками отделения технического надзора регулярно проводится комплекс профилактических и контрольно-надзорных мероприятий по факту каждого нарушения. За 7 месяцев проведено у нас 8 оперативно-профилактических мероприятий автобус, 7 мероприятий тахограф, 7 мероприятий технической неисправности. Все проводится регулярно, ежемесячно запланирован в графике. На встрече представители компаний-перевозчиков могли задать свои вопросы сотрудникам отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа. Один из наболевших – причина сужения шоссе в сторону жилого комплекса Новомолокова. Мы, по-моему, еще в 2019 году давали предложение расширить вот этот участок на три полосы, чтобы две пошло прямо и одна – расширить одну полосу на поворот. То есть мы давали такое предложение Мостодор, Министерство, но пока еще на сегодняшний день данное мероприятие не сделано. Также на совещании обсуждались такие темы, как соблюдение расписания и жалобы пассажиров на грязные транспортные средства. В основном, насколько я понимаю, жалобы поступают именно, что автобус якобы не мыт. Это уже вечернее время. Но в течение дня автобус ездит. К сожалению, водители даже можете посмотреть. В автобусах есть метелки, совки. Они на конечках их выметают. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Чекмарева напомнила о правилах поведения пассажиров в салоне автобуса. Можете даже делать замечания родителям о том, что ребенок не обязан и не должен бегать по салону транспортного средства. Зачастую такие ситуации вы видите, вы встречаетесь с ними. Поэтому наша с вами общая задача – не допустить травмирования пассажиров в транспортном средстве. Подобные встречи с представителями транспортных компаний сотрудники госавтоинспекции проводят на постоянной основе. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Евгений Садовский, Видное ТВ. Депутат Московской областной думы Владимир Жук в Видном проверил ход работ по благоустройству дворовых территорий. На Советской улице сейчас завершается плановая реконструкция тротуаров, детских площадок и парковочного пространства. Как будет выглядеть территория и насколько качественно выполнены работы, расскажет Юлия Погасен. Около двух месяцев назад во дворах Советской улицы началось долгожданное благоустройство, которое здесь не проводилось порядка десяти лет. Из муниципального бюджета выделили средства и приступили к работам. Местный депутат Павел Русаков провел с жителями не одну встречу, чтобы выслушать пожелания людей и составить наиболее удачную схему реконструкции. Все же устаревает, мы понимаем, что и нормативная база меняется, все обновляется. Допустим, детские площадки 10 лет назад уже не соответствуют по нормативам, по всем и по ГОСТам, сегодняшним детским площадкам. И даже не отвечают тем требованиям и запросам жителей, которые есть на сегодняшний день. Потому что мы живем относительно близко с Москвой, совсем другой уровень детских площадок. Мы должны догонять и мы стараемся догонять. Комплексное благоустройство затронуло сразу три двора. От 15 до 3 дома. Асфальтировали все пешеходные дорожки, тротуары и проезжие части. Увеличили парковочное пространство. Теперь здесь более 30 новых машиномест. Установили столбы освещения, провели озеленение, отремонтировали входные группы домов. На реконструкцию дворовых территорий было потрачено около 9 миллионов рублей. Сложности были с перестановкой автомобилей, но они с этим справились и жители здесь помогали очень активно. Завершить окончательный процесс производства работы мы должны уже до 1 сентября, это точно. Для молодежи здесь предусмотрели спортивную площадку, для малышей обустроят несколько игровых зон. Совсем скоро эта территория между третьим и пятым домами по Советской улице преобразится до неузнаваемости. Здесь появится современная детская площадка, соответствующая всем нормам. Прорезиненное покрытие, безопасные игровые элементы. Предположительно, работы завершатся к 1 сентября. После завершения благоустройства комфортно во дворах будет и старшему поколению. Практически у каждого дома будут стоять лавочки, которые очень востребованы для людей, которые на сегодняшний день на такой прекрасной благоустроенной территории будут прекрасно мне дополнить. Но это не последняя дворовая территория, в которую мы заходим. На сегодняшний день в городе видно проводится большая работа, связанная с благоустройством. Я думаю, что не первый раз с вами здесь общаемся, еще покажем не одну дворовую территорию, которая приобрела новую облик. Чтобы проследить за ходом работ по благоустройству, территорию посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Большие работы проведены, масштабные. Поговорили с жителями, все довольны. Чуть-чуть осталось поставить лавочки, урны. Конечно, проверим, приедем, посмотрим, сделаны ли. Но я на 100% уверен, что через неделю все будет так, как и запланировано заранее. Большое внимание при реконструкции уделили деталям. Парковочные столбики необходимы, чтобы автомобили не могли заезжать на тротуары. Ливневки не позволят воде попадать под фундаменты домов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого. Отгремела Олимпиада в Токио, где наши земляки Евгений Рылов и Иван Гирев показали самые высокие результаты. Но именитые пловцы не думают отдыхать. Совсем скоро новые соревнования. Какие? Узнал Максим Козлов. Международная плавательная лига – ежегодные состязания между командами профессиональных пловцов. Она существует с 2019 года и все больше набирает популярность у зрителей, увлекающихся соревнованиями по плаванию. Наши спортсмены не только участвовали в ней со дня основания, но и показывали весьма высокие результаты. Создаются команды, они, то есть, интернациональные полностью, просто между собой идет борьба. То есть, там непредвязаные… А есть ли что-то такие соревнования? А? А есть ли вы… Да, уже два года проводятся они. И как успехи? Первый год наша команда победила, второй год команда на втором месте. Сейчас тренировки проходят в легком режиме. Спортсменам требуется, с одной стороны, оставаться в форме, с другой – постараться максимально отдохнуть после страстей и напряжения всех сил на Олимпиаде. Если проводить аналогии – Международная плавательная лига в водных видах спорта, как НХЛ в хоккее или УЕФА в футболе. Она сделана в очень интересном формате, где каждый спортсмен, что мы привыкли в плавание, не получает медали. Получает именно команду, да, и денежный фонд, и все делится на команду. Это очень интересно. По итогам соревнований побеждает коллектив спортсменов, набравший больше всего очков в различных дисциплинах. Команды в Международной плавательной лиге формируются не по национальному признаку. Каждый из них включает спортсменов из разных стран. В стартах участвуют пловцы только самого высокого уровня. Туда допускаются только профессионалы. Минимум – это должен быть призер мира. По-моему, сейчас, так как еще две команды увеличили, еще сейчас стали поднабирать чуть слабее ребят. Я слышал, там в одни из команд взяли призеров Европы. Старт мероприятия, на который собираются Евгений Рылов и Иван Гирев, 26 августа. Максим Козлов, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова